Идущего ко все более высокому совершенному состоянию, к краю на земле, к свету и тому подобному. Одно из самых вредных заблуждений, унаследованных от 19 века. Оно до сих пор господствует на обширных пространствах, особенно в отсталых и социалистических странах, написано до развала советской системы. На батарке там главное пинкер стоит, забавно. Забавно, что там пинкер. Ну, если что, я, будучи скептиком, при этом не являюсь каким-то противником прогресса, особенно если прогресс феноменально, так скажем, ощущается. Ну, например, вот есть компуктер и есть мир без компуктера. Мир с компуктером лучше, чем мир без компуктера, просто потому что, ну, нахуй, без компуктера. Компуктер — это новые возможности, много чего на нем делать можно. Можно печатать книжки бесконечно на нем, можно еще что-то делать, рисовать на нем можно. Мир без компуктера куда более бедный, куда более, как бы, ненасыщенный, куда более пустой. Для того, чтобы рисовать в мире без компуктера, надо охуеть просто, ну... Именно технологический прогресс я, как бы, не осуждаю и не критикую. Он, как бы, феноменально ощущается, и против него я не выступаю. И последних этот предрассудок навязывается коммунистической идеологии. Так вот, все формы прогресса, которые легко ощущаются феноменально, я готов признавать в целом, да. С другой стороны, ну, например, я не знаю, вот есть такой прогресс, как там, не знаю, моральный, допустим. Вот с моральным прогрессом посложнее, потому что, а как оценить моральный прогресс? Ну, давайте так, да, пинкеровский подход. Еще более-менее норм, типа, ну, убивать стали, реже в относительных значениях, да, ну... Запомните эту фразу. Смысл его состоит приблизительно в следующем. Человек в основе своей существо прогрессивное. И как род все более совершенствующийся. Это проявляется во всем. Мировоззрен... Ну, в том, что во всем хуй его на самом деле знает, опять же, что значит мировоззренческий прогресс. Давайте так, позиций стало больше, но стали ли они качественно лучше? Вот это интересный вопрос. Количественно позиции, судя по всему, стали более насыщенными и крупными. Но стали ли они качественно лучше? Вопрос открытый. Ну, просто, слушай, непонятно, а что значит качественно лучше? Технологиями более-менее понятно, очевидно. Вот лет 20 назад у меня не было норм компуктера. Теперь у меня есть норм компуктер. И то кусок говна ебаный, который постоянно глючит. Ааа, вот. Ну, как-то так, да, но вот этот компуктер может допускать такие игры, которые тот компуктер вообще ничего не может с ними сделать, понятное дело. Вот. Какое-то вот здесь наблюдаемое. В медицине прогресс есть, соответственно. То есть раньше одни заболевания не лечились, а теперь они лечатся. Ну, то есть в таких вот сегментах, где мы можем феноменально что-то рассматривать, все нормально. Но зато, ну, с другой стороны, люди пытаются также привязать прогресс к тем сегментам, которые, по сути, являются не феноменальными. То есть не воспринимаются напрямую. Ну, мы просто говорим... Мы просто говорим, короче. Ну, смотрите война, смотрите война. Хорошо или плохо, это оценочные понятия, понятное дело. И здесь с этого подходить, наверное, не стоит. Ну, вообще сама фиксация прогресса, ну, например, вы вряд ли будете спорить с тем, что, ну, вот, компьютеры какого-нибудь там, не знаю, 2000 года хуже, чем компьютеры, ну, хуже работают. Да, то есть они проще, они не выполняют такой объем задач, как вот современные компьютеры. То есть бесспорно, да, вот это, наверное, бесспорно для нас будет на феноменальном уровне. Дальше уже идут спекуляции, и мы в рамках этих спекуляций можем занимать разные позиции. Феномен, вот, заключается в том, что компьютеры есть, есть там мониторы более широкоформатные, появились, раньше их не было. То есть тоже вот бесспорная штука, да, феноменальная. Все остальное, как это оценивать, как этому подходить, это действительно, ну, такое вот мнение, позиция, что-нибудь вот такое, можно сказать, да похуй на эти компы вообще, блин. Но в данном случае, в данном случае, в некоторых областях и прогресс сам по себе фиксировать сложно, просто потому что, ну вот, а что такое моральный, блядь, прогресс? Относительно какой системы рассматривать моральный прогресс? Вот христианские, христианская мораль, это моральный прогресс или неморальный прогресс, все-таки? Потому что если христианская мораль, это неморальный прогресс, а аморальный прогресс, значит, у нас в мире сейчас, ну, аморализм правит. Если же какая-то другая система, там либеральная какая-нибудь мораль, да, это топ, а все остальные морали говно, ну, может быть, тогда и наблюдается моральный прогресс. То есть здесь вообще все относительно может быть. А может быть, в кавычках подлинная, объективная, супер охуенная, классная мораль, это мораль какого-нибудь племени зуба-думба, где, блядь, все людоеды, короче, насилуют, ебут всех, кто движется, включая животных. Может быть, вот это моральное по-настоящему поведение, а все ведут себя, блядь, по-другому. Ну, не ебут все вокруг и не едят как бы своих втородичек, так скажем, охуевшие твари, да, вот как бы вот так вот. По мнению племени зуба-думба какого-нибудь условного, да, может оказаться, что вообще весь мир впал в морализм. И наоборот, моральный регресс наблюдается по всему миру. Как-то так. То есть с моралью здесь трудно оценить, потому что мораль, она вся как бы из разряда хорошо-плохо, оценочные понятия, и тут все на 100% является оценочными понятиями. В то время как с технологиями вроде бы проще, потому что мы можем на них посмотреть. Вот была технология попроще, стала технология посложнее, выполняет технология больше разных функций, которые нам могут понадобиться. Хорошо это или плохо, и нужно это или не нужно, это да, это уже мы решаем отдельно. В языке Стивена Пинкера просвещение сегодня... Не, но Пинкер очень жесткий сиентист, и для него как бы... для него очень важно связать науку и практику. Вообще-то не обязательно, на самом деле, делать, да? То есть, ну, по крайней мере, безоговорочная связь науки и практики, ну, как бы, что вот обязательно при науке высокая растет обязательно практика, и она растет только благодаря науке. Это очень такое, знаете, смелое убеждение, на мой взгляд, во-первых. И во многом даже недоказуемое убеждение. Вот нельзя науку ничем заменить, никакой другой теоретической системой, никаким другим подходом. Вот только наука, она вот такую хуйню дает. Для Пинкера это нормально. И вон флекси это связью науки и практики, что, опять же, возможно, довольно сомнительно. И, скорее всего, связь, скорее, больше обратная. То есть, опять же, мне кажется, что практика дает науке больше, чем наука практики. Такую позицию, как мне видится, до сих пор еще можно отстаивать, но, правда, это все игнорируется. Где известный Гарвардский... Ну, тут, опять же, все еще будет зависеть от того, что мы называем наукой, что мы называем практикой, и нередко эти понятия будут пересекаться в разных определениях. И когда уж речь заходит о том, что практика помогает практике буквально, ну, с такими людьми даже дискутировать на эту тему не стоит. Ну, понятное дело, если они таких определений придерживаются. То есть, если у них практика входит в определение науки, то вообще-то неудивительно, что практика помогает практике. Вот насколько теория чистая, чистая, абстрактная, общая теория, не моделирование, не просто составление модели, а именно составление полноценной теории, насколько это помогает практике, можно ли это чем-то заменить, это неплохой такой философский вопрос, который часто игнорируется, собственно... Идея прогресса, кажется мне сегодня, позволю себе парадокс, непрогрессивной. Это идея прошлого. И мне кажется, мы сегодня, пытаясь смотреть в будущее, пытаясь его... Ну, блядь, несмотря на то, что тут говорится о том, что это идея прошлого, судя по всему, кажется, что это идея свойственна огромному количеству молодых людей, это идея, которая свойственна подавляющему количеству сын... Что самое главное, прогресс связывается с наукой и укрепляет веру в науку, в научные представления, теории, методы и так далее, так далее, так далее. Тут как бы большой, спонтанный... Ну, не спонтанный, просто большой клубок, очень плотно связанный между разными понятиями, которые друг друга как бы взаимодополняют в представлении современного, так скажем, человека. И современный человек, он такой вот сайентист по природе своей, да, современный человек, он наберет и хавает все эти понятия вместе, вот, единым клубком. У него появляется ценность прогресса, которая, ну, неоспорима просто потому, что, блядь, ну вот прогресс. Ценность науки, она цепляется за практику и прогресс. Вот у нас технологии, вот у нас компьютеры, вот у нас самолеты летают буквально из-за науки, понимаете? Буквально из-за науки летают самолеты, никакой инженер никогда бы их, видимо, необрел бы, вне зависимости от науки, в отрыве, по мнению людей. Короче, все тесно связано, все переплетено, и это такой узкий клубок аргументации, где одно отсылает другому, другое к одному. То есть технологии нам позволяют исследовать мир. Исследование мира позволяя, ну, исследование мира, научное исследование мира именно прежде всего, да, помогает нам, собственно, создавать технологии. Это все как-то вот в голове одного и того человека, вот современного, оно укрепляется. Относительно того, что это имя, что это вот все идеи непрогрессивные, мне кажется, Баумейстер здесь сильно, ну, лишка дал. Наоборот, эта идея довольно... Сейчас свойственная многим людям, которые так или иначе занимаются наукой, сиентистом, сиентистом страдают. Ситуация стала меняться в несколько этапов в 18-19 веке. В начале этой идеи просвещения, которые, критикуя авторитеты, предрассудки, стали понимать цель человеческой истории, некоторые просвещенцы, скажем, как в поступательном, долгом, длительном движении... Нормальная предыстория. Баумейстер любит в историю философии, это правда, и это нормально, наверное, да, любит в историю философии вот так вот вкатываться. В этом какой-то большой проблемы, на мой взгляд, нету. Впрочем, само ныряние в историю философии не особо гарантирует нам, что мы как бы докажем наш тезис изначальный о том, что идея прогресса в кавычках устарела. Я не знаю, что вообще означает, что вот та или иная идея устарела вообще в принципе, да, там, я не знаю, особенно когда мы это слышим от человека, который неиронично верит в идеи Платона и в христианство. Ну, то есть, понятное дело, что суть здесь не в том, какая концепция возникла раньше, да, а в том, как та или иная концепция себя в итоге проявила и насколько она сейчас актуальна, видимо, имеется в виду, да, имеется в виду устаревшись как неактуальность. Устарела, значит, неактуальна. Но фактически актуальность это довольно такая, знаете, сука, которая, ну, как бы субъективна. Ну, не знаю, вот даже в технических науках, вот какова актуальность, я не знаю, какой-нибудь разработки технических, ну, вот я не знаю, микроволновка, допустим. Допустим, мы живем в мире веганов, которые не разогревают, допустим, еду и сыроедением занимаются, едят сырые овощи. Вот нужна им нахуй микроволновка? Кова актуальность микроволновки? Да никакая, блядь. По их субъективному опыту она им не нужна. А есть люди мясоеды, блядь, жароеды, блядь, и они вот у все микроволнируют и микроволнируют бесконечно. Для них микроволновка, конечно, нужна, и более хорошие качественные микроволновки им понадобятся. То есть тут как бы оно вот так вот работает. Если мы хотим показать актуальность, ну, для кого актуальность? Для современного сайентиста актуальна ли идея прогресса? Да все еще актуальна вполне. Это очень важное, ну, на пике дискурса это находится. Для какого-нибудь, не знаю, пожилого анаркопримитивиста, это, конечно, не актуально, ну и все, как бы закончили. А для христианина, не знаю, тоже есть христиане вполне прогрессивные с технической точки зрения и не только. И которые как раз отстаивают идею морального прогресса постепенного в нашем обществе. Просвященцы так этим увлеклись, что в девятнадцатом... А история здесь ничем особо не поможет нам, на самом деле. Тут, не знаю, нужно, наверное, лучше анализировать настоящее, пытаться, а настоящее проанализировать... Это абсолютно так же непросто, как и прошлое. Ну, просто потому, что настоящее оно очень большое. Академических специалистов много. Можно попытаться, конечно, провести какие-то опросы, тесты, но я уверен, по вопросам у нас среди преподавателей даже философских факультетов прогрессивистов будет просто большинство. Если просто по всем преподавателям, ученым пройдемся, то их просто будет тотальное большинство. Абсолютное большинство. Если просто по философам, может быть, и не абсолютное большинство, но просто большинство. Там процентов 60-70, скорее всего, за прогресс. С чего бы тогда прогресс потерял актуальность как термин, как понятие, как какой-то смысл, какая-нибудь ценность? То этот элемент понимания биологического распространился и на социальную, культурную, политическую, интеллектуальную историю человечества. Это была настолько мощная схема, которая нашла себе подтверждение в империи, в научных исследованиях, фактах, что она оказалась безальтернативной в различных сферах нашей жизни. Тогда и все вокруг стало пониматься, как движение от более элементарных элементов жизни к более совершенным. Или по-другому говоря... Ну, формально эволюционизм это не про развитиями более элементарных к более совершенным. Бывают деградации в процессе эволюции. Ну ладно, я просто на самом деле... Бывают жесткие застои в эволюции. Эволюция, она не про то, как что-то движется от более примитивного к более совершенному. Она просто про изменения. При том, что живой организм может в процессе изменений упрощаться. Могут деградировать некоторые органы, которые просто не нужны. Ну, то есть... Ну, например, не знаю. Вот у вас есть огромный умный мозг, но вы его не можете прокормить. Зачем вам этот большой и огромный умный мозг? В месте, где вы не можете прокормить. Вам лучше мозг тогда поменьше, но чтобы вы могли его прокормить. Правильно? Правильно. Как бы логично? Логично. Я не знаю. Вот может у вас огромный хуй, гигантский хуй, там, с щупальцами какими-нибудь, там, еще с какими-то элементами. Он просто... Огромный гигахуй с щупальцами внезапно, да, у вас есть. Но он не нужен, потому что он в женщин не помещается условно. Он бесполезен, он сложный, он пиздатый, но толку от него, собственно, практически нету. И поэтому последующие поколения таких же людей с огромными гигахуями, с щупальцами и со всем остальным, они просто рождаться не будут, просто потому что, ну, как бы никак. Просто никак. Просто никак, в общем-то, с ним ничего не сделать. Эволюция это не про исключительно развитие. Если бы мы исключительно развивались, я думаю, мы бы, во-первых, люди, мы бы, люди, были бы сильными, как животные, да, то есть буквально, блядь. То есть были бы мощными, как гориллы, не знаю, зубастыми, как гамадриллы, блядь, клыки огромные, когти, блядь, зубы, пальцы, все вместе, твердое, сильное, мощное, блядь, бегали бы, как медведи, да, там, я не знаю, все такое, еще бы умными сверху были. Но тут это работает немножко не так, получается. Какие-то системы развиваются, какие-то деградируют, как-то вот оно вот так вот происходит. А есть отдельные создания, типа там червей, которые просто, ну, если мы по теории эволюции судим, миллиарды лет лежат в своей земле и нормально им как бы размножаются, живут. А есть бактерии вообще, которые вообще тупо, и тупо заебись им прекрасно как бы. Нет, теория эволюции это именно что про изменения, и причем, ну, как бы, бывают и застои, бывают и деградации, и бывает, что это даже наоборот способствует выживанию. Далеко не всегда прогресс, так скажем, органический прогресс способствует выживанию. Мне кажется, Баумейстер или тот, на кого он опирается, ссылается, немножко не понимает теорию эволюции на уровне восьмого класса даже. Ну да ладно. А мы, естественники... Ну, здесь согласен. Здесь согласен. Естественники часто лезут в те области, в которых они нихуя не понимают и пытаются вывести из своих общих охуенных принципов то, что не смогли решить тупые гумы, тупые гуманитарии, блядь. Это тоже, на мой взгляд, несколько такое себе. При том, что самое обидное, что эти самые биологи, нейрофизиологи и так далее очень часто просто не изучают все то богатство материала, которое собрали гуманитарии. То есть, может быть, их объяснительные модели, если бы это было нанизано на реальные факты, там, культуры, общества, моральной жизни человека и всего такого, возможно, их теории, они бы хорошо на них легли, и это было бы куда более обосновано, чем теория гуманитариев, если бы они изучили все эти факты. Ну, просто в среднем, обычно, ну, как бы, средний биолог, средний нейрофизиолог, когда начинает задаваться окологуманитарными вопросами о свойствах морали, эстетии, суши, там, я не знаю, суши и всего остального, он просто берет с ноги, блядь, заходит в дисциплину, в которой нихуя, блядь, просто нихуя не понимает. Вот буквально от слова он там не прочитал ни одной книги, там, не знаю, по поэтике, ни одной книги по культурологии, ни одной книги почему-то еще, дай бог, там, не знаю, википедию полистал. И он начинает рассказывать людям о том, как оно все на самом деле было устроено, как там вся культура эволюционировала, как там этика эволюционировала, что там этика, блядь, у каких-то там рачков там где-то есть или еще о чем-то. Вот. То есть, ну, и ты такой, блядь, сидишь, слушаешь эту хуйню от человека, который говорит о том, в чем он не разбирается, ну, давайте так, он наполовину говорит о том, в чем он разбирается, то есть, о биологии. А на вторую половину он говорит то, о чем он вообще, блядь, не шарит. Так как бы, он это как бы соединяет и получается кусок говна, блядь. Просто потому, что, ну, половина бочки с медом, половина бочки с говном. То есть, половина бочки в биологии, где чел шарит, половина бочки в культурологии, неправильной, которой человек не шарит. Все это перемешивается, блядь, и получается, ну, говномет, блядь. Собственно, говномет. Я не знаю, можно ли это есть, не можно, но сайентисты это в среднем хавают. К сожалению. Это грустно. Это грустно просто, ну, потому что ЧСВ-ха среднего биолога, там, нейрофизиолога, нейрохуёлога, она зашкаливает, на мой взгляд, тотально, да? Человек думает, что он во всем, блядь, прав, и сейчас он всех разъебет. Очередной какой-нибудь пинкер, хуинкер, чминкер готовы поучать людей в разных дисциплинах просто на основании того, что, ну, блядь, они просто сами, как бы, вот у них такая позиция, это научная позиция, якобы, там, научная психология, научная социология, научная культурология. Всё обязательно сводится к эволюционизму, хотя люди, которые не сводят это к эволюционизму, вот, особенно, Ринж. Биологи, там, эволюционисты. Ну, так вот, гигантское ЧСВ вот этих, собственно, людей, на мой взгляд, очень сильно мешает нам, как бы, вот о чём говорит часто пинкер, о взаимном обогащении наук, мы обогащаем это, они обогащают то, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть мы, как бы, взаимно друг друга обогащаем, мы помогаем им, они помогают нам. Но просто в итоге получается так, что вот эти вот сиентисты, они навязывают свою помощь другим дисциплинам, происходит экспансия одних наук на другие, прежде всего, биологии, на какую-нибудь там культурологию, социологию, психологию и так далее, хотя их об этом и не просили, возможно. Да, какие-то результаты это в среднем даёт, но нередко возникают и определённого рода артефакты, которые просто не объясняются эволюционной теорией, либо там что-то посложнее происходило, либо там как-то всё, как-то всё иначе и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, блин. В общем, блин. Но зато все вот эти вот великие, великие технари, естественники и так далее, они такие, ну вот, наконец-то, настоящая наука здесь появилась. Хотя их объяснение, например, какой-нибудь этики, оно в колоссальной степени кринжово. Оно просто абсолютно кринжово. Человек просто не понимает, о чём говорит. Там, не знаю, о, урачка, этика там, о, этическое моральное поведение там. Да вот именно, что у него именно альтруистическое поведение, просто альтруистическое поведение не является этикой, моралью или чем-то таким. Робот-пылесос, который у меня по дому мог бы ездить, если бы я его купил, и убирать у меня дом, у него, блядь, альтруистическое поведение в каком-то смысле. Он убирает мой дом, блядь, понимаете? Он мой дом, нахуй, убирает. Но у него нету ни сознания, ни разума, ни хуя у него нету. Он просто убирает мой дом, потому что он по-другому, блядь, не может. У него альтруистическое поведение, но он даже не живой, нахуй, как бы. То же самое с какими-нибудь рачками, какими-нибудь насекомыми, хуёмыми и всеми остальными. То, что у муравья альтруистическое поведение, базирующееся на инстинктах, и он по-другому себя вести не может. Это как раз и подчёркивает, как раз и подчёркивает тот факт, что, ну, как бы, тут у нас проблема, ребят. Ау! Ау, вы говорите о альтруистическом поведении. Поведение альтруистическое, может быть, никак не связано с этикой, моралью и со всем остальным. Более того, те же самые животные очень часто показывают не только альтруистическое поведение, но и пиздец контр-альтруистическое поведение, когда там, не знаю, шимпанзе друг с другом воюют, разрывают там друг друга на куски и пиздят друг другу какими-нибудь палками там, львы друг с другом дерутся, нападают, медведи, блядь, друг друга грызут, то есть... Пережив опыт последних лет, мы, понятное дело, видим, что все эти цифры Пинкера совершенно ни о чём не говорят и аргументируют в сторону абсолютно ложных выводов. Но тут проблема заключается в том, что у Пинкера в книге, как я понимаю, огромное количество хуёвой статистики. Он хуёвый. Он использовал статистику и делал из неё неправильные выводы в итоге. Хорошо показал Талеб по поводу предыдущей книги Пинкера, по поводу безопасности и прочих вещей. Я хотел бы сказать о другом. О первом моменте, связанном с замыслом отцов просвещения. Становимся ли мы разумными? Становимся ли мы более культурными? Создаём ли мы более совершенные формы социальной, культурной, политической жизни? Возможно. Вот здесь я очень сильно сомневаюсь. Давайте начнём с искусства. Тоже сомневаюсь. Можно ли применить идею прогресса к развитию искусства? Надо как оценивать. Скорее всего, да. Но искусство стало больше, произведений стало больше, произведения стали разнообразнее, стилей и направлений стало больше, академическое искусство всё ещё существует, то есть современные какие-то условно классики, они всё ещё существуют, просто мы их не слушаем в среднем, они никому нахуй не интересны. Да. Поэты существуют, интересные и крутые поэты до сих пор существуют, просто они тоже никому нахуй не интересны, если есть рэперы, музыканты, какие-то другие ребята, которые поют свои песни красиво, нахуй нам поэты, если есть, блядь, песенки какие-то. Можно ли сказать, что писсуар нарисованный или красный квадрат, он совершеннее, не знаю, Рафаэля или... Под другое направление. Притом, в то время, когда был написан красный квадрат, скорее всего, были ещё и художники, там, не знаю, какие-то скульпторы, которые делали приблизительно то же самое, что и Рафаэль на очень похожем уровне исполнения, так что охуй. А может быть, даже и лучше немножко сделали, просто не стали популярными. Ну да ладно. Не знаю. Ренуар. Сразу... Это называется черепикинг. Мы берём, добираем удобные для нас случаи. А можно ли сравнить творчество убогого, ущербного, ничтожного, обоссанного, тупого, бездарного фета с прекрасным, абсолютным, и совершенным, и замечательным творчеством какого-нибудь современного автора, сейчас, не знаю, Лимонова, например. Ну, пиздец, конечно, да, сравнил. Наверное, можно. Наверное, можно здесь сравнить. Ну, опять же. Берём какого-нибудь хуёвого автора из прошлого, какого-нибудь там современника Пушкина, который был не очень известен, реально писал, ну, общепринято хуйню. Какую-нибудь там Донцову, собственно, прошлых веков берём, и всё. И сравниваем её с каким-нибудь современным околоклассиком, у которого там сложная модернистическая, постмодернистическая суперпроза с миллиардом отсылок, кучей разных цитат и всего остального. Это сложно, круто, классно, интересно. Ну, например, да. Вот как-то так. Если мы подходим с точки зрения такого вот черепикинга, ну, окей, да, всё что угодно тогда можно доказать, хорошо. Но как реально сравнить, что искусство было хуже, стало лучше, а что лучше в искусстве, что хуже в искусстве, непонятно. В любом случае, искусство стало больше, как минимум, очевидно, больше оно стало. Но в целом стало больше, и новые направления появились, там, кинематограф появился, например, компьютерные игры появились, например, только чего появилось. Многие вещи, кстати, относительно к кинематографу, многие вещи, которые невозможно было сделать когда-нибудь, там, не знаю, в начале 20-го века просто невозможно. Технологий не было. Сейчас можно делать. Ну, то есть, не знаю, графоний прибавился. Ну, ладно. Кто-то скажет, но аниматроника. Аниматроника могла делать лучше, чем графоний. Ну, давайте так. В начале 20-го века с аниматроникой были проблемы, так скажем. Не то, чтобы каждый режиссер снимал фильмы с какой-то супер охуенной аниматроникой, да? И почти вся аниматроника, особенно какая-нибудь старенькая, да, там, не знаю. Короче, вы поняли. Какие-то там костюмы, вся вот эта хуйня. Все это выглядело, как хуйня полная, как вы понимаете. То есть, произошло ли какое-то техническое развитие? Да, в кино произошло техническое развитие. Сейчас снимают так, как раньше не могли. Такие пролеты камер, какие раньше сделать не могли. Качество камер тоже такое, как раньше сделать не могли. Есть отдельные замечательные авторы, которые, конечно, перещеголяли своих оппонентов на несколько голов. Опять же, например, как этого автора звали, который Полена снимал в фильме. Не только Полена, у него там Швенсмейхер, Ян Швенсмайер. Короче, у него длинная такая фамилия. И он сделал, у него очень большое количество разных фильмов, где он делает буквально покадровые нарезки, и там просто все, что угодно происходит. У него как бы там, не знаю, там марко-маркоеда, из еды составляется лицо, это лицо двигается, потому что оно снимается покадрово. И своеобразные мультики, но с реальными объектами у него нередко получаются, там языки какие-то везде вылетают. Да, это круто, при том, что это, как я понимаю, сделано вообще без какой-либо графики. Швангмайер, да-да-да-да-да. Гений, блядь, гений. И сейчас, ну, до такого уровня мало кто действительно доходит. Но, блядь, это как бы он один за всех и все за одного. Это как бы очень уникальный человек в истории кино, и таких не то чтобы сильно много. Переходим тогда к театру. Можем ли мы сказать, что театр 21 века совершеннее, прогрессивнее, театра эпохи Шекспира, вот, глоба... Сейчас театров намного больше, актеров намного больше, актеры получают более серьезное образование, чем раньше. У Шекспира, как я понимаю, вообще просто бомжи какие-то ебаные играли. Ну, просто, просто, просто играли люди, которые просто могли, блядь, играть. Все. Умеешь читать? Играй. Тут такое, слушайте. Больше разных форм, больше возможностей. У нас была, кстати, в гостях дочка Шклярского. Она как раз театрами занимается. И она очень много рассказывала о современном научном театре. Название мне, конечно, не нравится, но сам факт того, что в процессе театрального представления они используют компьютерные технологии, нейросети какие-то, еще что-то, не знаю, играют какие-то представления на основании того, того, что написала нейросеть, тоже, например. Это интересно. Это интересно просто. Но это что-то другое одновременно с этим. Это развивается. Это работает. Это позволяет привлекать к театру новые технологии. Появились новые технологии. Появились новые технологии работы со светом. Ну, слушайте. Мне кажется, что в театре прогресс очень очевиден. Появились микрофоны в некоторых театрах. То есть иногда актеры с микрофонами буквально играют. Не обязательно теперь орать на весь театр и говорить вот таким вот голосом и корчить такое ебало, потому что ты не можешь не корчить такое ебало, потому что тебе надо орать и говорить от живота, блядь. Вы понимаете? Ну, то есть актерская игра в театре в среднем она такая традиционно переигрывающая, переигранная, да? Потому что зрители, которые тебя смотрят, многие из них смотрят на тебя ну, с довольно большого расстояния. Они не могут оценить твою актерскую игру и ты не можешь передать им никакую эмоцию, потому что нихуя, блядь, не видят. Они просто нихуя не видят. Буквально, да? И чтобы передать эмоцию, тебе нужно переигрывать. Обязательно. Ты не можешь голосом проинтонировать нормально, да? Тебе нужно именно громко. От живота говорить, чтобы по всему залу звук распространился, понимаете? В этом плане старые театры во многом, да, проигрывают. Не, новые театры иногда заимствуют то, что было в старых, это да, но есть и другие вариации. Короче, блядь, богато, это богато, дорого, по-разному, интересно. Притом, что я не специалист в театрах, я не хожу в театры вообще в принципе. Я один раз в жизни был на театральном представлении, но я как человек абсолютно в этой теме не образованный, не разбирающийся, я обо всем этом знаю и догадываюсь. Понимаете? То же самое в эксприционизме кино, что в начале 20 века звука нет, надо эмоционировать, да? Тоже переигрывали с эмоциями, ну, потом появился звук. Прогресс или не прогресс? Вопрос. Не знаю, по-моему прогресс вполне. ...обус или известного театра, там, МХАТ, или еще какого-то театра 19 века или начала 20 века. Нет, конечно же. Нет, конечно же. Только проблема заключается в том, что какой-нибудь современный актер использует те же самые методики, которые, собственно, там были у какого-нибудь вашего, этого, как там, не верю, который Станиславского, да? Еще какую-нибудь хуйню используют, более-менее современную, в методиках актерской игры. Плюс к этому используют технологии, микрофоны, хорошее освещение, меняющиеся фоны иногда, еще что-нибудь, экспериментируют периодически, делают какие-то интересные выступления, более разнообразные, чем раньше. И те, которые старые делают тоже, в больше, в более хорошем качестве. Ну, блядь, сорян. По-моему, прогресс идет. По-моему, прогресс идет и довольно неплохо. Можно ли сказать, что литература и поэзия в 21 веке прогрессивнее, совершеннее, чем литература и поэзия Данте, Гёте, Достоевск? Да. Да? Ну как, не в общей массе, но есть авторы, которые вполне и посоревнуются, и покажут, как они сделали какой-то прогресс в этой области. И, скорее всего, есть какие-нибудь люди, которые дальше развивают Достоевского в области психологической литературы, и они достигли в этом больших результатов, чем Достоевский. Скорее всего, такое тоже есть, да? Ну, просто они, потому что развивали, и они на это прям делали упор. Есть какие-нибудь люди, которые сделали более сложную систему, чем Данте. Вот у Данте, в его божественной комедии, у него там ад, у него там рай, у него там это вот, блядь, в Междумире это ебаное, ну вы поняли. А у какого-нибудь, не знаю, ебанутого создателя китайской гигантской новеллы про где-то там качаешься, 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 переходишь через миллиарды миров, у него там вот такие вот, у него просто книжка в миллиарды страниц получается в итоге. И явно он перещеголял Данте, по крайней мере, по количеству разных локаций. Ну просто потому, что больше. Что такое прогресс в данном случае? Никенса? Конечно же нет. Скорее она... Конечно же нет. ...стала где-то более, скажем, менее содержательной. Менее содержательной стала, окей. А пруфы? Более такой субъективной, эмоциональной, возможно. Я сейчас не хочу это оценивать. Я просто хочу сказать, что мы в этих сферах, в сфере культуры, в сфере искусства не замечаем никакого прогресса. Теперь давайте перейдем в другую сферу. Ну, я фиксирую в искусстве большой прогресс. В поэзии фиксирую большой прогресс. Ну, то есть, я не знаю, какие-нибудь обосанные стихи. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная в пожар в французу отдана, блядь! И это можно сравнить, я не знаю, с какой-нибудь современной поэзией, у которой там внутри полиндрамы, хуиндрамы, какая-нибудь там двойная-тройная рифма, еще какая-нибудь хуйня экспериментальная там может быть, какие-то новые интересные смыслы, направления, рифмы, хуифмы, асанансы, хуинансы и так далее, так далее, так далее. Опять же, если мы сравним золотой век русской поэзии с серебряным веком, серебряный просто, ну, блядь, стронг, просто мега стронг. Ну, правда, в России потом как раз не то, чтобы прогресс получился, получился большой спад из-за Советского Союза, в общем-то, ну, серебряный век, поколение последних поэтов-писателей, которые остались из непосредственно той эпохи, которая была до Советского Союза, они тащили, они реально тащили, как бы, это прям реально очень крутые люди. Серебряный век русской поэзии это что-то охуенное. А потом вот как раз случился большой упадок по вине Советского Союза, ну, потому что продвигали не талантливых, интересных людей, у которых было свое видение, а, блядь, совкодрочеров продвигали, пропагандистов, литературных пропагандистов, ну, и, соответственно, получилась литература говна. Вот, ну, и поэтому почти весь Советский Союз, вот, да, большая часть времени того, что писалось в Советском Союзе, это литература говна, блядь. Все, говно, говна, блядь, скучнейшая хуйня, обоссанный, тупой соцреализм, абсолютно нечитаемый, нечитабельный для интеллектуального человека, бедляцкий, блядь, пошлый, абсолютно неинтересная поэзия, абсолютно неинтересная проза, многое посвящено именно Второй мировой войне, о том, как были же схватки боевые, только уже не в Отечественную войну, а в Великую Отечественную. Какие же мы молодцы, какой охуенный, блядь, этот Василий Теркин. И проблема заключается не в том, что об этом писать не надо, просто об этом писали довольно бездарные люди, у которых мозга, блядь, буквально нету, которые не готовы к искусству, не умеют творить, не умеют создавать. И вообще такие темы, знаете, ну что ли, пропагандистские, военные, прославляющие свою страну, это просто пошло для искусства, это неинтересно, это можно попробовать сделать более-менее как-то интересно, но все равно, знаете, какая-то остринка, что ли, должна быть, должен быть какой-то конфликт. Творчество без конфликта, во! Это как смотреть батлы без панчей, то же самое, это читать литературу без конфликта, блядь, буквально. И посмотреть порно без баб, буквально из одной категории. И Советский Союз этим переполнен. Минимум конфликта, минимум конфликта, максимум там какая-нибудь ирония, что-нибудь такое, какого-нибудь серьезного конфликта, душевного, эмоционального, интеллектуального, он просто, ну, отступает. Он отступает на второй план, ну, какая-то комедия может быть, ну, блядь, Шурик какой-то, там, я не знаю, приключения Шурика, еще какая-нибудь хуйня. Мало интересно. То есть откуда инфа про блокировку Ютуба? Так вот. Это все дико грустно. Это все дико грустно, короче. А потом у нас снова взлет. То есть с 90-х начинается взлет, на самом деле. У нас много авторов просыпается, всякие Пелевины, Сорокины, и не только они. Очень большое количество разных авторов пробуждается, ото сна, ото сна цензуры, то есть теперь они на виду, теперь этих авторов можно смотреть, читать, слушать. То есть в конце Советского Союза рокеры пробуждаются, их тоже дохуя много, и некоторые из них даже довольно интересные, они тоже в 90-е очень сильно выстреливают. То есть искусство снова начинает расти, оно начинает множиться, то есть если искусство не давить, оно развивается, такая резома, да, это из единого какого-то корня, появляются другие корни, некоторые корни отпадают, некоторые семена заново прорастают и превращаются в другие резомы. Безумие масс и безумие элит. Элиты и массы сейчас стали двумя полюсами одного и того же явления. Политика ориентирована на массового избирателя. У массового избирателя массовые вкусы, элементарные массовые представления. На практике преподавал. С помощью лайков, с помощью выходов, ограблений магазинов, скандирований, значит, всех этих лозунгов пытаются воздействовать массово избирателей на своих политиков. Политики подыгрывают массовому человеку. Это прогресс политики, когда мы видим или актеров, клоунов, технократов, каких-то... Ну, раньше вообще к власти, блядь, какой-нибудь Гитлер мог прийти и выебать всех вокруг. Я... Я хз. Если вам нравится Гитлер или там Александр Македонский или там какой-нибудь Чингисхан, который просто на лошадях со своими пацанами мог прискакать и всех вокруг ограбить, блядь, и трахнуть ваших жён и детей, и всех украсть, блядь, и скот украсть, и вообще всё, что угодно сделать. Ну, я... Я не знаю, конечно. Я не знаю. Вот сейчас ему политика не нравится. Не, не работал, Джон. Я, конечно, хз. Мне вот почему-то приходится отстаивать прогресс, но вот как-то так вот. Авантюристов... А разве в политике раньше не было авантюристов, раньше не было каких-нибудь мечтателей, романтиков, хуянтиков и так далее? По-моему, наоборот. Сейчас у нас современная политика, она как раз стала более профессиональной, более систематичной, чем когда-либо. Раньше какой-нибудь карлик, блядь, с усами, блядь, и с такой вот шляпой, шапочкой, и на броневичке мог такое сказать. Товарищи! 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 Давайте устроим кровавую революцию! И убьём, нахуй, всех этих буржуев, нахуй, и кулаков. Всех трахнем, блядь. Мог сказать, и все-таки норм. Как бы... Заебись. Пойдём хуярить короля, блядь! И так далее, так далее, так далее. Хм. Ну, кринж же! Ну, кринж же, блядь! А чё вот эти вот императоры-короли просто по роду передавалось? Ну, вдруг родился какой-нибудь даун, условно. Ну, дебил, буквально. Ну, не в прямом смысле, но просто реально ну, какой-нибудь потенциальный король, ну, просто, блядь, идиот ебаный. У нас в России, как я понимаю, были некоторые такие вот Павел вроде какой-то из Павлов был ёбнутым просто. Просто конченным, нахуй, да? И вообще в целом, да, потенциальный император, король, вот, потенциальный наследник престола, может быть, просто ёбаным долбоёбом, блядь! Внезапно, да? Это как минус, как минус монархии. То есть, рано или поздно в поколении вот этих вот всех особ священных, да, появится просто конченый хуесос в край. И всё. Который потенциально может многое похерить. И если реально бы, ну, там, некоторых из них, из этих императоров не хуярили бы направо-налево, я, кстати, не про Николая, если что, второго. Николай ещё более-менее нормальный был. Я, скорее, там, про некоторых других персонажей. Если бы их не хуярили направо-налево, ситуация могла бы сложиться намного хуже. Хм. Такое. Такое, как бы, всё неоднозначно. То есть, с одной стороны, раньше была политика такая потомственная, да, вот, семейная. Это дело семейное, как и, собственно, управление государством. А потом, соответственно, вообще любой долбоёб мог стать правителем страны. Даже, блядь, Адольф Гитлер. При том, что Адольф Гитлер, блядь, тупой. Он очень тупой человек. Я не знаю, Майнкамф читать, конечно, нельзя. Но, по-моему, нет ни одной книги, которая, как бы, создаёт антирекламу национал-социализму больше, чем Майнкамф. Гитлер очень неумный человек. Очень неумный человек. Прям крайне неумный человек. Ну, при том, ещё жестокий, агрессивный, собственно, да, романтик в каком-то смысле. Но в хуёвом смысле романтик, блядь. Его романтические ебанутые мечты об идеальном, блядь, ебанутом обществе в итоге привели к тотальному краху и Германии, и вообще много-много людей умерло, и вообще было крайне страшно, неприятно, ужасно. А сейчас, блядь, политики, вообще соевая хуйня, они, да, друг с другом клоуничают, что-то делают, но даже это лучше, чем то, что было тогда во времена царей, королей, императоров, гитлеров и всего остального. Да, я понимаю, что с Гитлером это был черепикинг, наверное, были относительно неплохие правители, так скажем. Но сейчас неплохо, сейчас неплохо. Хм. Хм.